Доброго времени суток, уважаемые видео слушатели моего канала. Это видео я записываю для руководителей организаций и предприятий, связанных с опасными видами работ. Уважаемые директора, я прошу вас, не ведитесь на ложь и обман. Вы на своих экранах сейчас видите приложение к приказу, к действующему приказу, подчеркну это, к действующему приказу 532, совместному приказу. Обратите внимание, он подписан с одной стороны первым заместителем министра Российской Федерации по атомной энергии Ивановым, а со второй стороны первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Лешкевичем. Вот в этом самом приказе с его приложениями четко указано, что психозиологические обследования в Российской Федерации проводятся только и исключительно аттестованными, не лицензированными, а аттестованными лабораториями психозиологического обеспечения. Мы эту аттестацию, наша лаборатория, научно-прикладного центра АКМЭ, проходим с 2001 года. В 2001 году мы впервые получили такую аттестацию. Акт аттестации подписан со стороны Минатома Российской Федерации и, собственно, нами, как лаборатория психозиологического обеспечения научно-прикладного центра АКМЭ. Сейчас развелось очень много полиграфологов. Сама по себе полиграфия является профанацией чего-либо. Это ложь и обман. Ну ладно, сам метод – это полный абсурд и бред. Полиграфия – это ложь и обман с точки зрения нормальной науки, психозиологии. Ну и плюс ко всему, аттестацию этих лабораторий, вообще таких лабораторий на данный момент в Российской Федерации 32. Мы одна из них. Если вы проводите ПФО своим сотрудникам, соблюдайте закон, будьте и понимайте, что провести вам ПФО по 749-му Н-приказу может только аттестованная лаборатория психозиологического обеспечения, а не лжицы и профанаторы, некие полиграфологи. Надо четко понимать и разграничивать эти две вещи. Аттестованная лаборатория психозиологического обеспечения по приказу 532. Или же некто, заявивший, что он полиграфолог и чего-то там он исследует. Вот, повторюсь еще раз, не побоюсь этого слова. Сама полиграфия как метод, это, у меня слов нет, это профанация любой диагностики, это надувательство чистой воды. Плюс ко всему, они не аттестованы. По закону, эти люди не могут проводить психозиологические обследования, исходя из вот этого самого приказа 532. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.